Для обсуждения на форуме было предложено множество актуальных тем. Различные аспекты текущей ситуации в стране, итоги непростого года, внешние угрозы и санкции, эпидемическая ситуация и строительство союзного государства, задачи и перспективы развития. Каждая из приглашенных спикеров раскрывала отдельные темы, однако общая цель – открытый двусторонний диалог с учётом специфики региона. Хотим просто поговорить, принести вот тот дух открытой дискуссии, который был, в частности, на большом разговоре с президентом. И, как мне кажется, это очень важно, потому что атмосфера взаимопонимания, открытого диалога, когда мы смотрим в глаза друг к другу, те, кто живут в Витебске, те, кто живут в Бресте, она позволяет почувствовать, что мы граждане одной страны. Брестский регион пограничный, причём пограничие – это не только Беларусь, но и всей, по сути, Евразии, которая за нашей спиной стоит. И это накладывает специфику на региональные вопросы, на то, как мы должны выстраивать отношения в новой обстановке. Вот хотелось бы об этом поговорить, услышать и мнение обрещан, потому что лучше местных людей никто не знает. Вот эти специфику взаимоотношений, специфику региональной экономики, политики. Но хотелось бы рассказать о более широком контексте, в котором мы сейчас находимся, как видятся выходы из каких-то ситуаций конфликтных, и что мы должны делать, в том числе мы, как государство, и наши союзники. Представители администрации города и области, сферы здравоохранения и образования, руководители государственных и коммерческих структур собрались на встречу с ведущими политологами и общественными деятелями Беларуси, чтобы услышать мнение экспертов по ключевым вопросам. На данном форуме есть возможность задать экспертам вопросы, интересующие тех, кто сегодня присутствует в зале. Это вопросы из разных сфер прозвучат, и можно услышать мнение из политической сферы, из вопросов, связанных с конституционной реформой. То, что мы сейчас знаем, работает конституционная комиссия, и здесь представители в зале есть. Также вопросы, касающиеся санкций экономических единений в сторону России, развития взаимовыгодных отношений, сотрудничества, взаимодействия со странами СНГ, ну и многие другие вопросы, я думаю, что мы сегодня услышим, и очень ценно знать мнение специалистов, которые из Минска приезжают к нам. Молодежи как раз-таки нужна информационная безопасность в определенном смысле этого слова, то есть информационная грамотность, я бы даже сказал. Это для нас важно, важно для молодых специалистов. И в целом, хотелось бы отметить, что данные мероприятия, они консолидируют молодежь со старшим поколением. То есть диалог поколений – это важная составляющая в целом отношений к белорусским социумом. Политика, экономика, культура, образование и здравоохранение – каждая из этих сфер ощутила на себе тяжесть нового времени, но вместе с тем заставила искать новые пути развития. Эксперты подчеркнули, что главная цель сегодня – это улучшение жизни белорусов в такой степени, чтобы каждый отдельный человек мог почувствовать эти изменения. Продолжение следует...